Сказка 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 Лен Плел Тем Кормились Вот Сидят Они И Трудятся Ой, Дед Трудно Нам стало работать У меня Плялка сломалась А у меня Гляди-ка Ручка У ножа Треснула Едва держится А сходи-ка Влез Старик, выруби деревца, сделаем новую прялку да ручку к ножу. И то верно. Пойду. Пошел старик в лес. Приглядел он хорошее деревце. Только замахнулся он топором. А из чащи лесной дед выходит. В мохнатой ветке одет. В волосах шишки еловые. В бороде шишки сосновой седые усы до самой земли висят. Глаза огоньками зелеными горят. Вот подходит он к старику. Не трогай, старичок, моих деревьев. Ведь они все живые. Тоже жить хотят. О, а как же мне быть-то? А ты лучше попроси у меня, чего тебе надобно. Все тебе дам. Все? Как сказал, так и сделаю. Говори. Так ведь это надо подумать. Подумай. Со старухой посоветоваться. Пойди посоветуйся. Я мигом. Пошел старик домой со старухой посоветоваться. Сели они рядком перед избой на лавочку и советуются. Ну, старуха, чего же мы у лесного деда просить будем? Чего просить будем? Хочешь, много-много денег выпросим. Он даст. А на что нам, старик, много-много денег-то? Нам их и прятать негде. Нет, старик, не надо нам денег. Ну, ну, хоть попросим большое-пребольшое стадо коров да овец. А на что нам, старик, большое-пребольшое стадо? Нам с ним и не управиться будет. Есть у нас коровушка, молоко дает. Есть шесть овечек, шесть дают. На что нам больше-то? Нет, не надо. А, может быть, хочешь, старуха, мы у лесного деда тысячу курочек попросим. Да что ты, старик, опомнись, что выдумал. Ну, чем же мы их кормить-то станем? Что с ними делать будем? Есть у нас три курочки-хохладки, есть пять петушок, нам и довольно. Думали, думали, старик со старухой, ничего придумать не могут. Все, что нужно, у них есть. А чего нет, то они своими трудами всегда заработать могут. Ну, что же, так ничего и не попросим у лесного деда. Я придумал, старуха, придумал. Да что ты, ну, чего ж ты придумал, говори. И говорить не надо, будешь довольна. Идем со мной. Пошли, старик со старухой, в лес, а навстречу им лесной дед, в мохнатые ветки одет, в волосах шишки и ловы, в бороде шишки сосновой, седые усы до земли висят, глаза огоньками зелеными горят. Ну, как, мужичок, надумал, чего тебе надобно? Надумал. Что же он такой надумал? Сделай лесной дед так, чтобы наши прялка до ножек никогда не ломались. Да чтобы руки у нас всегда здоровыми были. Вот умен мой старик, вот умен. Ведь тогда мы все, что нам нужно, сами себе заработаем. Верно, старик, верно сказал. У вас его, лесной дед, у вас. Ну, что ж, будь по-вашему. И живут с тех пор старик со старухой, старик ивовые прутья режет, корзинки плетет, старуха шерсть придет, рукавицы вяжет. Тем и кормятся, хорошо живут, счастливо. А все почему? Потому что попросили самое дорогое. Так ведь и сказка это называется. Самое дорогое. Дорога привела меня к дороге. В русскую народную сказку о Кузьме Скоробогатом. Жил, проживал Кузьма. Один-одинешенек в темном лесу. Не скинуть, не надеть у него ничего не было. А постлать и не заводил. Вот поставил он капкан. Утром пошел посмотреть, попала лисица. Ух, ну, лисица теперь продам. Деньги возьму, на то и жениться буду. Ой, Кузьма, отпусти меня. Ой, я тебе великое добро доспею. Сделаю тебя, Кузьмой, Скоробогатым. Вот как? Да. А что я должен делать, лисица? А ты, а ты жарь мне одну курочку с маслечком, пожирнее. Все сделаю. И жарил Кузьма курочку. Лисица наелась, побежала в царские заповедные луга и стала на тех заповедных лугах кататься. У царя была в гостях. Чего хотела? Пила и ела. Что это ты, лисица, распелась? Где была? У царя, братец волк, у царя. Пила и ела, говоришь? Да. Завтра тоже звали. Пойдешь? Пойду. А пока можно и покататься. У царя была в гостях. Чего хотела, пила и ела. А завтра звали опять. Пойду. Лисенька, не сведешь ли меня к царю на обед? Станет царь из одного тебя беспокоиться. Собирайтесь вы сорок волков. Тогда поведу вас в гости к царю. А? Пойду. Соберу сорок волков. Собрал он сорок волков. Привел их к лисице, и лиса повела их к царю. Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе сорока волками. Сорока волками. О, ну богатый же этот человек, Кузьма. Богатый? Ух, какой богатый. Ну, передай своему хозяину, Кузьме, спасибо. А волков вели загнать в ограду. Все сделаю, все. Ну-ка, быстро, в ограду. Давайте, давайте, волки, волки. А я, я побегу к Кузьме. Кузьма, а, Кузьма? Чего тебе, лисица? И жарь-ка мне еще одну курочку. Кузьма изжарил жирную курочку. Лиса пообедала сытно и пустилась на царские заповедные луга. Катается, валяется по заповедным лугам, бежит мимо медведь. Эх, что это с тобой, лиса? Ах, 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 у царя была в гостях. Ах, чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду. О, правда, лиса, не сведешь ли меня к царю на обед? Ой, ха-ха-ха-ха. Для тебя одного царь беспокоиться не захочет. Ах, а как же быть? Собери сорок черных медведей, тогда поведу вас в гости к царю. Ах, ну что ж, побегу, соберу. Медведь побежал в дубралу, собрал сорок черных медведей, и лисица привела их к царю. Царь, добрый человек, Кузьма Скоробогатый кланится тебе сорока медведями. О, опять Кузьма, вот богатый человек. Ну, очень богатый. Загнать медведей и запереть крепко. Загнать и запереть, а ну-ка. А ты, лисица, передай мою благодарность своему хозяину. Лисица побежала к Кузьме и велела зажарить курочку с петушком. Поела на здоровье и давай кататься в царских заповедных лесах. Бежит мимо соболи. Где это ты так сытно поела, лисица? У царя была в гостях, чего хотела, пила и ела. Завтра, звали, опять пойду. Комушка, своди меня к царю. Я хоть посмотрю, как пируют. Собери сорок соболей, тогда поведу. Ну, ладно, пойду соберу. Согнал соболь сорок соболей, лиса повела их к царю. Царь, добрый человек, Кузьма скоробогатый кланяется тебе сорока соболями. Ну и богач этот Кузьма. Ох, самый богатый человек. Загнать, дорогих соболей, запереть накрепка. Загнать и запереть. А ты, лиса, что стоишь? Беги и благодари хозяина. Царь, у доброго человека Кузьмы просьба к тебе. Ну, говори скорее. Ох, он просил одолжить у тебя ведро с обручами, мерить серебряные деньги. Свои-то ведра у него золотом заняты. А, бери, бери, не жалко для такого человека. Лиса прибежала к Кузьме и велела мерить ведром песок, чтобы высветлить у ведра бочок. Как высветлила у ведра бочок, лиса заткнула за обручи несколько мелких денежек и понесла назад к царю. Кузьма скоробогатый тебе кланяется, царь, и просит отдать ему в жены прекрасную царевну. За Кузьму можно и отдать. Видно, у него много денег. Ух, много! За обручи запали монеты. Он и не заметил. Да, это для него и не деньги. Пусть приезжает Кузьма во дворец. Ох, побегу, побегу, скажу. Поехал Кузьма к царю. А лисица забежала вперед и подговорила работников подпилить мостик. Кузьма только что въехал на мостик, он вместе с ним и рухнул в воду. Ох ты, батюшки! Пропал Кузьма-то скоробогатый! Пропал! Пропал! Царь услыхал крики лисы и тотчас послал людей спасти Кузьму. Спасли его, а лиса все продолжает. Ох ты, батюшки! Надо Кузьме одежу дать, какую получше. Царь дал Кузьме одежду праздничную. Приехал Кузьма к царю, а там все готово. Обвенчался Кузьма с царевной и живет у царя неделю-другую. Ну, теперь поедем, любезный зять, к тебе в гости. Поедем. Не бойся, Кузьма, я все устрою. Запрягли лошадей и поехали. А лисица отправилась вперед. Видит, пастухи стерегут стадо овец. Пастухи! Ай, пастухи! А чье это вы стадо-то пасете? Змея-горынка. Ох, сказывайте, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, а то едут царь огонь, и царица-молница. Коли не скажете им, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, они вас всех и с овцами-то сожгут, и спалят. Ой, ты скажи! Кто это? Лиса пустилась дальше. Видит, другие пастухи стерегут коров. Пастухи! Эй, пастухи! Пастухи-то надо! А чье это вы стадо-то пасете? Ну, да, да. Змея-горынка. Ох, сказывайте, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, а то едут царь огонь, и царица-молница, они вас всех с коровами сожгут и спалят. Коли станете поминать змея-горынка. А пастухи согласились. Лиса опять побежала вперед, добегает до конского табуна змея-горынка и велит пастухам сказывать, что этот табун Кузьмы Скоробогатого. И эти пастухи согласились. Лиса бежит вперед, прибегает к змею-горынку прямо в белокаменные палаты. Ой, здравствуй! Змей-горыныч! Что скажешь, лисонька? Ну, Змей-горыныч, теперь тебе надо скоро-наскоро прятаться. От кого? Едет грозный царь огонь, да царица-молница! Все жгут и полят! Стада твои с пастухами прижгли и спалили. Я не стала мешкать, пустилась к тебе сказать, а сама чуть от дыма не задохлась. Ах, лисонька, куда же мне деваться? Есть в твоем саду старый заповедный дуб. Середина вся повыгнила, беги и схоронись в дупле, пока царь огонь с царицей-молницей мимо не проедут. Змей-горыныч со страху спрятался в это дупло, как лиса научила, а Кузьма-скоробогатый едет себе, да едет с царем, да с женой царевной. Доезжают они до вечьего стада, и царь подходит к пастухам. Пастухи, чье стадо пасется? Возьми-скоробогатого! Ну, любезный зять, много же у тебя овец. Поехали дальше. Сейчас увидит королье стадо. Чье стадо пасете, пастухи? Кузьмей-скоробогатого! Ну, любезный зять, много же у тебя коров. Посмотрим, чем еще ты удивишь. Подходит к табуну лошадей. Чей табун, пастухи? Кузьмей-скоробогатого! Ну, любезный зятюшка, много же у тебя коней. Вот приехали все к дворцу Змея Горыныча. Лиса встречает гостей, низко кланяется, вводит их в палаты белокаменные, сажает их за столы дубовые, за скатерти враные. Стали они пировать, пить, есть и веселиться. Пируют день, пируют другой, пируют они неделю. А страшный змей Горыныч от испуга убежал в другие края. Никто его уже здесь и не видел. Кузьма-скоробогатый стал жить-поживать с женой царевной в палатах белокаменных и лисоньку всякий день угощать курочкой. Вот так-то. Теперь наш путь лежит к третьей сказке «Петушок-золотой гребешок» и «Чудо-меленка». В ней живут дедушка и бабушка, старик со старухой. Ели как-то старик со старухой горох и уронили одну горошину на пол. Покатилась, покатилась горошина по полу, скатилась в подполье. Долго ли, коротко ли лежала там горошина, только вдруг стал расти. Росла, росла и выросла до полу. Старик, старик, надо на пол-то прорубить. Пускай горошина растет выше. Как вырастет, станем в избе горох рвать. Как скажешь, так и сделаем. Старик прорубил пол, а горошина все растет, дорастет и доросла до потолка. Прорубил старик и потолок, а горошина все растет, дорастет и выросла до самого неба. Старик, а старик, что-то гороху хочется. Возьми мешок и полезь на горошину, стручкировать. Как скажешь, так и будет. Сорву тебе гороху. Лес, лес, старик по горошине, добрался до туч и видит, сидит на тучке петушок, золотой гребешок, а рядом стоит меленка, золотая, голубая. Старик недолго думал, взял меленку и петушка и спустился по горошине в избу. Хе, вот тебе, старуха, подарочек. Петушок, золотой гребешок, да меленка. Ну-ка, посмотрю я, дай-ка, что это за меленка? Взяла меленку, повернула разок, глядь, упали на стол блин да пирог. Гляди-ка, старуха, повернула еще разок, опять упали блин да пирог. Вот теперь мы заживем, дед. Заживем, старуха. Ни у кого муки не будем просить. Всех будем только угощать. Хорошо стали жить, старик со старухой. Не тужили. Но однажды какой-то богатый барин украл у них меленку. Хватились, старик со старухой. Нет меленки. Стали они горевать, стали слезы проливать. Как хорошо-то нам было. Да, только недолго наше счастье продолжалось. Кто ж нам теперь поможет? Кто вернет нашу меленку? Я! Кто это? Я! Не плачь, дедушка. Не плачь, бабушка. Я вам помогу. Да как же ты поможешь, голубчик? Полечу к богатому барину, отниму нашу меленку. Неужели? Вот увидите. Взвился петушок и полетел над полями, над реками, над дремучими лесами. Прилетел к барскому дому. Барин, барин, отдай нашу меленку золотую-голубую. Не дает барин меленку, будто не слышит. Отдай нашу меленку золотую-голубую. Рассердился барин, приказал слугам схватить петуха и бросить в воду. Поймали слуги петушка, бросили в колодец. А со мной не так легко справиться. Сейчас выпью всю воду. Носик, носик, пей воду. Носик, носик, пей воду. Вот. Все выпил. Выпил, выпил и вылетел из колодца. Полетел снова к барскому дому. А-а-а! Барин, барин, отдай нашу меленку золотую-голубую. Ну, петушок, еще в пуще рассердил ты барина. Велел барин слугам бросить петушка в горячую печь. Поймали петушка, бросили в печь. Но петушок наш не сгорел. Носик, носик, лей воду. Носик, носик, лей воду. Вот так. Кажется, весь огонь в печи залил. Полечу. Барин, барин, отдай нашу золотую меленку золотую-голубую. Не захочешь отдать, буду в голову клевать. И давай клевать. Барин туда, барин сюда. А петушок не отстает, прямо в голову клюет. Потом схватил меленку и полетел к старику и старухе. А-а-а, лечу. Не как это наш петух летит. А-а-а. И голос будто радостный. Не возвращает ли он нам меленку? А где ему взять ее? Мне-то где взять? Где взял, там ее уж нет. Берите, берите вашу меленку золотую-голубую. Спасибо тебе, Петенька. Кормивец ты наш. Ну и петушок. Ну и молодец. Взяли старик со старухой меленку и стали жить, поживать, всех блинками да пирожками угощать. Субтитры подогнал «Симон»